80 дней в пути. Ненецкий округ посетили туристы из Санкт-Петербурга. О том, какой маршрут прошли яхтсмены, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Семья Богородских уже не в первый раз посещает Ненецкий округ. Все начиналось еще в 2007 году. Тогда Петр и Наталья сплавлялись на байдарках до Ладоги и Белого моря, а затем до острова Вайгач. Шли 70 дней, примерно 700 километров. Это было вообще эпично. Мы тогда, наверное, влюбились в эти места и все никак не можем их покинуть. Потом, значит, мы поняли, что байдарка – это все же не то судно, чтобы здесь ходить, потому что хочется побывать в разных местах, а на ней опасно. Поэтому мы сделали катамаран, потом надувной, разборный, потом, значит, тримаран. Ну, тоже оказалось немножко не то, и вот сейчас на яхту перешли. В этот раз туристы вышли на кельевой яхте, побывали в Скандинавии, Швеции и Норвегии. Петр признается, первозданная природа только у нас в России, а особенно в Ненецком округе. Природа, она выглядит такой буквально причесанной, потому что видно, что всюду здесь бывают люди, там специальные службы какие-то занимаются тем, чтобы там даже, грубо говоря, валежник там из леса вычистить. В общем, вот. У нас же все совершенно по-настоящему. У нас природа выглядит совершенно другой, как бы, натуральной, не такой, как там. Вот. И именно поэтому хочется путешествовать именно здесь. Потому что здесь у нас все первозданное, чтобы об этом не говорили. Путешествие длилось около 80 дней. Туристы вышли из Финского залива, далее по Ладожскому озеру прошли через Беломорканал, Кольский полуостров, Белое и Баренцево море и оказались в Ненецком округе. Что еще подскажите и название яхты? Название яхты – простор старший, осадка полтора метра. Самым простым, по словам главы семьи, было прохождение Беломора Балтийского канала. По вызову диспетчера яхта заходит в систему. И по рации в сопровождении проходят шлюзы и выходят в Белое море. На Беломорканале имеется, дай бог памяти, 19 шлюзов, по-моему. И проходится все это дело за несколько дней. Все зависит от скорости, конечно. Можно и за два дня пройти, но если особо не торопиться, то это займет дней пять, наверное, потому что там между шлюзами необходимо проходить по рекам, по озерам. Но, в общем, это несложно. Туризм для семи Багродских – это не только хобби, но и целая жизнь. Петр и Наталья ведут свой блог о путешествиях «Севпростор», который приносит постоянный доход. К слову, о поездке в Ненецкий округ скоро выйдет материал. В следующем году мы сюда приедем на машине и продолжим путь. Причем, может быть, даже с местными яхтсменами. Мы пойдем группой, если у нас появились уже знакомые. И, возможно, мы пойдем командой теперь. В Айгач, новая земля, и в идеале хочется попасть на Таймыр. Вообще посмотрим, конечно, как повезет, потому что лед может помешать. Ну, в общем, тут в Арктике очень много сложностей. Все что угодно может произойти. Поэтому мы не загадываем, просто мечтаем пока. В этом году путешествие подошло к концу. И семья Богородских уезжает в Санкт-Петербург. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова